Всем привет! Microsoft выпустил собственный очиститель ПК, аналог Ccleaner, под названием Microsoft PC Manager, который мы сегодня и рассмотрим. Эта программа не предустановлена вместе с Windows, поэтому ее нужно установить. Для ее установки откройте Microsoft Store и введите Microsoft PC Manager или в поисковую систему введите это же название. Зайдите на сайт Microsoft, скачайте и установите. После установки окно программы появится в правом углу, в котором нужно будет нажать на старт. Тут нет. Если вы не в домашнем разделе, перейдите в него. В верхней части вы можете увидеть, сколько оперативной памяти сейчас используется и сколько места занимают временные файлы. Тут вы можете нажать Boost, чтобы удалить временные файлы и очистить оперативную память. Тут также есть более продвинутые опции. Нажмите установить умное ускорение. Первая опция Smart Boost. Отвечает за автоматическую очистку оперативной памяти, если идет высокая нагрузка на нее. А также автоматически удаляет временные файлы, если они превышают 1 гигабайт. Если вам это нужно, включите эту опцию. Если вам нужно, чтобы программа запускалась автоматически вместе с Windows, включите следующую опцию. Если нет, то выключите. Тут же вы можете включить темный или светлый внешний вид. Дальше идет настройка языка, но к сожалению русского там нет. Да и кроме английского, одни иероглифы. Теперь давайте рассмотрим раздел защиты. Если вы нажмете сканировать на пункте защита от вирусов и угроз, вас просто перекинет на стандартный антивирус и там запустится проверка. В обновлении вы можете увидеть, можно ли обновить Windows или драйвера и обновить, если вам это нужно. Тут же вы можете выбрать браузер по умолчанию. Следующая опция по описанию возвращает панель задач в состояние по умолчанию. Не знаю, сработает ли оно при какой-то поломке, но вот строка поиска возвращается, если она отключилась. Хотя его можно вернуть и по-другому. В разделе хранилища вы можете запустить сканирование, в результате чего вам выдаст сколько что занимает. В результате чего вы можете почистить нужное или не нужное. Тут есть функция поиска дубликатов файлов. Вы можете ее запустить и в случае нахождения дубликатов сможете удалить ненужное. Это освободит место, что тоже очень хорошо. В разделе программ вы можете посмотреть какие программы запущены и закрыть ненужные, чтобы освободить ресурсы компьютера. Тут же вы можете отключить автозапуск некоторых программ. И открыть окно установленных приложений, через которое можно удалить с компьютера ненужные программы. А также открыть Microsoft Store. В разделе инструментов вы можете включить отображение панели инструментов на рабочем столе. При нажатии на проценты вы запустите очистку оперативной памяти. Также тут есть другие инструменты, которые вы можете найти в Windows. Но для удобства можно их вывести на эту панель. Во вкладке восстановить, по всей видимости будет что-то появляться, когда пойдет что-то не так. И будут либо советы, либо какие-то инструменты. Но так как сейчас все нормально, нам сообщают, что все хорошо. Если видео вам помогло, не забудьте поставить лайк и подписаться. Увидимся в следующем видео. Пока.